Оля! А где все люди-то, а? Э! Вот они на фонте надевались! Во, блин! Ну, как они туда надевались! Заходите! Веря, Светя! Хочет ходить снять! Заходите! Ваше дело! Или открыто! Заходи! Давайте поможем! Давайте я подниму! А то что-то вы долго так поднимаете! У меня все нет руки! Всех повладает! Я не знаю! Я вообще не хотела видеть! Всех повладает! Я же все поблагаю! Вообще! Я же с ним, которые хотела видеть! И все на большинство встали! А так же я иду, что я сам почитаю! Нет! Тверичанка! Тверичанка! Да! Ого! Еще вообще, блин! Это второй инопланетянин получает! Вот вы живите! Инопланетянами! Из работников только народу! Да! Куда девать? Савва Мороза! Он создатель Тверской мануфактуры! Он это создал! Вот эти все казармы! Вот такое производство! Грандиозное! Такие территории! Причем самые лучшие фабрики были! Номер один! АМ! Номер один! Первый! Я не шучу! Я на итальянской машине работал! Трехметровую мы отправляли на экспорт! В Италию! Именно так! На итальянской! Они поставляют машины! Мы им делаем ткань! Которой у них нету! И все это в 2008 году они сделали за полгода! За полгода! Развалили! И сделали рубин! Кому он нужен? Я извиняюсь за выражение! Иди! Все! Ты уже начал разглаговаться! Иди! Все! Все! Начинаешь! Уже хомикс! И не понимаешь, что уже говорить! Иди! Все! Наше правительство решило всю текстильную промышленность перевести в Иваново! Как бы сделать как это? Вот понимаете, вот например, как регион текстильной промышленности Иваново! Ну сколько нас, я не знаю, сколько нас там уже на отделке было? Ну пять тысяч человек выгнать на улицу! Нормальный ход? Без отпуска, без ничего! Мы тебе денег не отдадим! Иди переселяйся в Иваново! Иди! Иди там работай! Я говорю, нет! Уж! Иди! Мы слышали эту историю! Не один раз! Основные такие большие производства прикрыли! Людям работать не были! Если женщины еще пошли кто-то в уборщицу, вот как мы, кто-то в нянечки, в садики, вот так вот, разбежались! То мужчина! Вот у нас! Да иди ты тоже! Да пожалуйста! Да иди! На! Держи! Пошел! Батурями, лысыми, все в тебе б**ть! Все! Закрыл рот! Все! Началось! Выступление! Или идешь в душ, или блин, иди домой, сиди! Все! Все! Где начало, где конец, это приключение сердец, между нами пустота, отойди на расстояние. А почему вы именно здесь решили? Здесь брутально. сейчас так модно лофт притягивает особенно молодежь так тоже пофотографировался погулять поглазеть и здесь на самом деле до сих пор можно купить квартиру в этих морозких казармах сам дешевая цена в твери от 300 до 500 вроде тысячи там и может в 800 где получше тут на самом деле спор живут люди понимаю почему 100 300 приводит очень много там китайцев автобусами прям высаживают из москвы очень много приезжают я понимаю в плане архитектуры это все но вот одно время когда у нас не было замков и сюда и заводили и ты идешь там какая-нибудь толпа туристов да это одно дело когда ты знаешь что там журналисты придут там ну два-три человека тебя снимали а тут такая толпа туристов и ты идешь они на тебя вот так и зубойка смотрят что но они конечно да шоке хотя я тоже мне глаз замыли на жена эти общежития ничего какого прекрасного в этом не вижу вообще в принципе я говорю если сидеть дома и не выходить за рамки своего до своей комнаты то почти как квартира вот я наверное со светом и очень вы хотели приехать все-таки кого-то там привести в гости не все понимают что у тебя дома хорошо а когда идут по коридору видят кого-то это пугает это для нас это привычно а кого-то это очень сильно пугает ну и конечно же в детстве это все равно какое-то стеснение было что все там в квартире живут а ты вообще жить и живешь и неловкие вопросы были а как это почему твоя мама там не смогла заработать на квартиру но все у всех же есть квартира то есть в детстве это вообще комплекс был очень много негативных комментариев слышала там в наш адрес по поводу того что да как же так они наплакали все могли бы заработать давно денег а сидят и ждут квартир а за что им а почему не нам и так много негатива почему-то кто-то забыл что в советское время их мамы и папы получали квартиры бесплатно и дедушки и бабушки и кто-то и они живут в этих квартирах которые получили бесплатно очень мало кто купил мы должны купить ну я говорю просто это не московский зарплата у нас нету московский зарплат чтобы например 20 тысяч платить этот даже не такой уверенности что эти 20 лет будет в кармане лишние там 15 тысяч сколько я помню вот все свое детство я что помню на той общей кухне приходит очередной депутат который баллотирует и говорит выберите меня первым делом я буду топить за ваши дворы пролетарки мы с вами добьемся всего вас выселит следующий год новый депутат здравствуйте проголосуйте за меня нас же тут много народу во дворе пролетарки очень много семей вот это плюс процент голоса только меня я помогу мамой клянусь приезжали приезжал нас тогда белоусов губернатор помню у нас туалеты текли ужасно ничего трубы лопнули на первом этаже извиняюсь за выражение все фекалии текли по стене он зашел туда в зонтиком всего я вам обещаю в том году сами мужчины на первом даже все это и сделали ну вот когда пожар случился да нам там что-то как-то перри пересчитали мы заплатили 14 500 14 500 за коммунально за коммунально чтобы не обсуждать пожар наш в общежитии кто-то спас кота а мобильный репортер мобильный да репортер кто-то сфотографировал как пожарный значит делает искусственное дыхание коту и вместо того чтобы освещать пожар значит у всех все лайф-ньюс у кого-то там по миллиону подписчиков инстаграме все пожарные обсуждали все обсуждали что пожарный как это мило спас котенка на пожаре как бы если бы не пожар я так думаю если бы не пожар вот в нашем общежитии я так думаю что нас бы наверное не вспоминали еще очень долгое время мам а это мы моем кухню все обдираем моем все сами чтобы потом я говорю надо было сняли что-то вот все это это начать делать надо было выходить а катюша уже не вышла она год я вы открыла дверь и все закрыла и не могу уже в комнате все было так если вы что вот стояла к ней вот на широй наш продвигал увидел пошли отобрали в этих лестнице пожалуйста отобрали с машины сняли туда не побежать здесь хоть бы кто-то выбежал успели остальных бы через окошко таскали у них только одно обещание ну тут имущество было всех тех кто нажили всех 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 сгорело все ребята занимались и спортзал был здесь потихоньку и дети ходили здесь ты ничего нет все заново опять раз подожгли мы успели потушить второй раз тоже третий раз все не успели на спас запасной вход что мы с ним сделали предупреждали раз пять никто не сделал туда не побежать мы сделали а свои купили сами цемент купили сами все что мы надо и мы с ним сделали и доски купили мы поставили будет работать все и здесь у нас убежали с первого к нельзя так как они делают нас забросили просто бросили все ну пролетарские такие сякие там ну скажем как хулиганы там пьяницы наркоманы сейчас добавилось или еще что то или вот мы все время на какую-то халяву рассчитываем кстати насчет халяву поговорим я ветеран труда халявщиком ветеранов труда даже не дают правильно логично логично и тут много таких людей вот на комбинате я 17 лет отработал кто-то 30 кто-то 20 кто-то девчатами со всего союза собирали а теперь вы видите как нельзя так могут и все время говорят вы не горит мы не можем сразу решить вопрос это ну не надо было столько десятилетий нас копить тут правильно вот эти проблемы они вывели новый вид людей homo пролетариус коммуна не коммуна коммунизм не коммунизм добрые недобрые вот мы особый как такой но мы открытые коридор все еще все прочее а воровства то нет но у меня помнишь как картошка как-то украли кому-то есть хотелось может кто-то жарил сразу полмешка было такое все ну так я здесь живут уже пятый десятый мне 24 тебе 34 ну да зайду одевайтесь пойдем гулять пойду в парк с ней погуляю она одна у нас была ребенка нянька моя у нас тут не только близкий парень у нас тут и родственники между собой да я согнул это вам не просто кажется тут уже в порядке вещей для к этому привыкаешь вообще ничего необычного в этом не замечаешь да привет ты что еще спишь Смотри, бегаешь уже, а, без палки, без палки, без палки справляешься. Я не буду капать, но надо. Фу, одна развилась. Марьяна, а кто такой Пушкин? Самый хороший человек. Ну, какой Пушкин хороший человек? Потому что он много стихов писал. А Ленин кто? Вот это он даже не он. Ай. Ай, Шкалов. Ай. Ай. Ха-ха-ха-ха-ха. Ай, да. Ну, я щас выбираюсь, что он тут дома. Мама Саля отправилась? Да, все. Кого не хватает? Восклана. Восклана. Я увижу. А не ждите его. Это когда богатитmile и оттоялись. Аня. Аня. Не нахуй. Восклана. 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 Я хочу сегодня новости. Там был плюс. Воскресенье было. Воскресенье. Или вечером. У тебя плюс, а у нас минус. Затоми музыку. Потому что нету здесь. Затоми музыки. 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 И не надо меня снимать. Часто блогеры снимаются, ужасаются, что у нас творится. Блогеры ужасаются. Зачем ужасаться? Это 168 километров от столицы нашей Розы. Ты ко мне на Южный Урал съездишь. Там посмотри по деревням, побегай. К промышленным городам, когда они когда-то были. Самый Морозов перевернулся в гробу. Десять раз. Как наши местные сказали, а кто виноват? А Морозов настроил тут домов, а мы теперь ухаживаем за ними. Ну, конечно, кто еще? Девушка красиво выглядывает из-за угла. Так, не трожь мою сковородку. Ну-ка, поставь ее на место. Я его ударить хотела. Не надо. Он плохой. Моя сковородка зато хорошая, не трожь ее. Что-то надо делать. Все это фигня открыли. Не надо. Что это? Иногда мы сейчас сидим в очереди. Послушайте, готовились. Системы ждем. Вот я сегодня целый день ждала. Да? Пришла, занята. Ушла в магазин. Опять занята. ПОДПИСЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ 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 Меня тут оскорбили, что я безработный. А в чем оскорбление-то, что ты безработный? Так вот, по отношению к семье, он молодец. Сейчас у него какой-то такой период тяжелый. Он не хочет работать грузчиком, а других работ у нас нет. Он приехал к брату искать работу, устраиваться как-то в свою жизнь. Ну, как-то он проявил свою заботу и так далее. Познакомились с Региной. Они вообще стирал и заботился. И они там покушают и куда-то сходят. И они ездили вдвоем к Дерпенг-бабушке. Бабушка говорит, я просто была удивлена своим сыном. Ты молодец, Алида Глебц. В свое время ты был очень хорошим человеком. Сейчас ты маленечко как-то сдулся. Я на работу ходил как на праздник. У него так получилось, что он очень быстро добился карьерного роста. Он такой довольно-таки умный был, разбирался во мне, быстро все схватывал. И его поставили первым. И уволился без выплаты. А вы знаете, уборщице тоже надо уметь работать. Некоторые стыдятся. Ой, я не говорю, что я работаю уборщицей. Я говорю, для меня это не стыдно. Не знаю, каждый, наверное, по-своему считает. Вот насколько вы знаете историю? Учимся краткости. Формулируем в мозгах разговор, составляем рассказ и потом говорим об этом. Идите, Олег Дагларович. Об этом мы уже поговорили, я не знаю, лет пять уже. Мы одно и то же говорим. Идите. В политическую партию какую-нибудь вступайте. Боритесь за то, чтобы не закрывались предприятия. Я даже трудовую могу показать. Не надо. Он никак не может обраться. Мы уже забыли об этом. А он все переживает. В большинстве случаев я смотрю, вот женщины, они намного сильнее. Они как-то собирают себя и пошли. Что делать? Мужчины, вот, в большинстве случаев вот такой вариант. Я завтра работаю до трех. Да. И все. И побежала. Там, в подготовке свои маленькие оставшиеся. Подкупить что-то в поездку. Вот, последнее приготовление. И все, и в аэропорту надо быть в пять утра. Я скачала приложение, но еще в августе где-то. Слышали? Нет, каучсорфинг называется. Где ты приезжаешь к жителю страны. Вот и живешь. С ним у него какая-то там или дом, или квартира. Посмотрим, что это такое сразу. Спать уже перед поездкой у меня всегда так, когда куда-то едешь. Очень сложно заснуть, такое уже предвкушение всего. Где начало, где конец, это предвлечение. Сердец, между нами пустота. Отойди на расстояние, где начало, где конец. Это приключение сердец, между нами пустота. А я на третьей за линией. А ты в обтяге? Я? Да. Я буду, да. Порезь. Порезь, понятно. Ну, это здание называется, Порезь. Да. Казарно. Порезь. Громче говори, не слышно. Интернет может пропустить достопримечательности вообще на каждом шагу, очень много. Вот, то есть, куда ни шагни, я... Ну, да, да, увидели. Очень красиво. Где-то еще сегодня была. Вот она заедает. Оп, все. КОНЕЦ КОНЕЦ